Вечер добрый, уважаемые! Вы слушаете свое радио, ну, надеюсь, в привычном и давным-давно уже заранее заготовленном для себя режиме. Я знаю, что люди ставят себе напоминалки, чтобы не забыть, не дай бог, не пропустить текущий эфир. Как всегда, в программе живые, живые музыканты, живые люди, с которыми мы живы беседуем, беседуем и песни поем. Но, несмотря даже на значимость этого коллектива, несмотря на его эпохальность, ну, я сейчас без уронии говорю, есть у нас традиция добрая, давнишняя традиция, сложившаяся уже не за первый год существования программы. Сначала песня, в некотором смысле музыкальная заявка, чтобы те, кто не очень понимает, ну, бывают же такие, наверное, люди, которые не всегда понимают, что за группа сегодня в программе. Так что мы не поняли, что сегодня будет два часа происходить. И так, как всегда, живой звук, в программе живые. Погнали! И так, как всегда, живые. И так, как всегда, живые. И так, как всегда, живые. Высь без предела за облачный след В полдень старик с фонарьем ищет свет Он сотни лет нас творил и устал Лучше хотел, вышло все как всегда Чья рука качает мироколыбель Это мастер, мастер ваших скорбных дел Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Чья рука качает мироколыбель Это мастер, мастер ваших скорбных дел Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Хорошо, пусть будет Lex Пусть будет Lex А где Lexus? Приготовили? Вот он же Этот роскошный автомобиль так и зовется Леонид Фомин, гитара Второй же есть микрофон Всем привет, здравствуйте Толкаться будут у одного, ну хорошо Толкайтесь у одного микрофона тогда Далее я представлю человека, который безусловно Без которого, безусловно, мне кажется, совершенно немыслимо Как команда мастер Александр Грановский Добрый вечер Добрый вечер Добрый вечер Очень приятно быть у вас в гостях, спасибо вам Спасибо, что вы здесь Ну и человеку, у которого свой собственный микрофон Как и у ведущего в этой студии Соответственно, важный человек в коллективе Это барабанщик Александр Бычков Он же гипс Да, так и есть А почему гипс? Добрый вечер Ну Lex, я понимаю почему А гипс почему? Это очень длинная история Хорошо, у нас будет время впереди, ладно, потом поведаем Итак, эта группа мастер Да, надо сказать еще, что здесь присутствует и директор коллектива И он же звукооператор коллектива Так уж как-то сложилось Андрей Лебедев Да, можно тоже прокричать что-нибудь Вот за него все это сделали Слава Самойлов, звукорежиссер программы «Живый» Тоже здесь Они сегодня выруливают звук в четыре руки Как-то в двадцать пальцев получается Ну в общем, наслаждение сегодня по полной ложке Полной ложкой и по полной программе Я сообщу, как с нами связываться Это важно Может быть, для тех важно Кто слушает программу не ежевечерняя А так, случайно забежал Глядишь и зацепится 4647 Это короткий номер для смс ваших 4647 Сначала пишите свои Делаете пробельчик А затем уже все, что хотели бы адресовать сегодняшним гостям Это могут быть вопросы Это могут быть эмоции Это могут быть просто впечатления, воспоминания о концертах Ну, все что угодно Группа, официальное сообщество своего радио ВКонтакте Там давно уже выложен анонс В самом теле или тексте анонса Группа мастер выделена синем Значит, активная ссылка, надо пополнять их сообщество Потому что, мне кажется, несправедливым Такое небольшое количество людей В этом сообществе Ребят, я абсолютно серьезно говорю Правда, есть другое сообщество Почитателей группы, где гораздо больше людей Но кажется мне, что когда вы попадаете в сообщество Коллектива мастер, вы становитесь частью этой музыки Частью этого коллектива Соответственно, получаете всю информацию об их концертах О альбомах новых О турах, которые дают эти музыканты В первую очередь, соответственно Как у нас говорят Предупрежден, значит, вооружен Вступайте в сообщество, это важно Чаты работают для вас Один из них на сайте своего радио Мы немножечко его подкорректировали Теперь чат гораздо более, мне кажется Привлекателен Мне так кажется Своерадио.фм Так, собственно, звучит сайт А там уже чат подписан Просто написано Чат перепутать невозможно Далее, вы можете видеть Все, что в этой студии происходит Там же, на сайте своего радио Своерадио.фм Вы видите сверху плеер В плеере слева Онлайн аудио Это чтобы просто слушать А онлайн видео справа Это чтобы уже смотреть Такой синий кружочек Вы его тоже не пропустите Кликаете И вот вам картинка Спасибо планете.ру За предоставляемую картинку из студии Спасибо огромное Там же, кстати, есть чат В котором точно так же можно отписываться В общем, все возможные варианты Для коннекта с нами Я зачитал Теперь, соответственно Мы приступаем к нашим собеседованиям И еще раз хочу сказать вам спасибо За то, что вы творите За то, что вы не останавливаетесь За то, что вы сегодня здесь Мы мечтали об этом давно И, в общем, надо было только подогнать даты Для того, чтобы как-то сопоставить Одно с другим И кажется мне, что сегодня Молодые Те, кто, может быть, слушать вас Будут впервые в полном объеме Не урывками А как-то так По полной программе Могут обрести для себя новых кумиров И это совершенно было бы Естественно Мне как раз хорошо От этого ощущения Давайте мы сейчас Пока вот мы не приступили К разговору Давайте мы закрепим Успех И что-нибудь еще заграем Как называлось, кстати Первое произведение Это важно Нужно, чтобы запоминали люди Вам придется ходить, друзья мои Вы сами себе придумали Такую жизнь Усевшись подальше от микрофонов Студий Сейчас вспомню Мастер скорбных дел Хорошо Песня называлась Память хорошая Крепкая Да А дальше? А следующая песня Ну, поскольку слушатели, я думаю, на своих местах Им хорошо Может быть в кресле Может быть на Какой-нибудь пенечке Какой-нибудь барабанщика Так что места Хватит всем Как всегда живой звук В программе живые Напомню Здесь сегодня группа Мастер Погнали Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Лето сушит день Лето сушит ночь Оголило дно И не зашел огнем Смехом и слезой Сумасшедший дом Самый пик жары Просвучит приказ Городских властей Отвести гостей Яркой желтой стен В треумной корабле Не слышите места Хватит всем Не кричите места Хватит всем Не кричите места Хватит всем За спиной бедняк Рукава рубах Связаны узлом Безпятежный взгляд Брошенный назад Всем прощает зло Субтитры сделал DimaTorzok 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 По кораблям с грузом кулаку. О, безумие груз, миль морских чудес Отойдет легко. Маш лучший дом под свое крыло Вновь возьмет гостей, Чтобы через год бросить вместо крыс В трюмы кораблей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Какие же страсти сейчас разыгрываются здесь в переписке, я вам скажу. Ну, я имею в виду, в обсуждении программы в группе ВКонтакте, само собой, естественно. Люди реагируют. У кого-то это вызывает ностальгические эмоции, у кого-то совершенно неожиданно. Вот, например, Виктор Загваздин что пишет. К своему стыду впервые слышу эту группу как группу, а не краем уха, мимо пробегая. И первое впечатление о, а дальше куча звездочек. Ну, понятно же, человек имеет это в виду. Извиняюсь, но музыка просто великолепна. Не барабанщик, гитарист или басист отдельно, хотя это тоже, а все вместе. Такое ощущение, что музыка живая. Все, больше слов нет. Мне кажется, это очень хорошее мнение, да, такая хорошая мысль, которая действительно мне подсказала следующий вопрос. С одной стороны, вопросов больше нет. С другой стороны, вы ведь уже сделали все, что могли для того, чтобы поднять уровень музыки на тот уровень, на котором она находится сейчас в вашем исполнении. Чего вы еще ищете от музыки? Господа хорошие, красавцы вы мои. Чего вы еще от музыки ищете? Давайте, давайте, кто решится отвечать надо. Лекс. Ну, тут хорошее было, не единственное, спасибо за, так сказать, отзыв. Ну, слово главное, оно, в общем-то, присутствует, живое. Вот все живое, все живое на земле, музыка в том числе, вот пока она есть живая. Ну, что искать? Давай пойдем дальше. Всегда что-то новое. Все живое стремится к размножению. Ну, к совершенству, можно сказать, хотя его в мире нет, да, и так далее, и так далее. Поэтому, ну, самое главное, наверное, то, что и мы живы, и музыка живая, поэтому хотим, чтобы было живое. Прекрасно. Не надо уходить от микрофона, а мы еще потом будем долго ждать, когда все будут возвращаться. Вот Илья Самиров пишет, всем привет, помню, в детстве у меня была вот такая пластинка, и выкладывает пласт виниловый фирмы «Мелодия», я не знаю, какого это года. Так, «Мастер», ну, посмотри, пожалуйста, не помнишь, это было? Какого она года пластинка? С кожаной, с курткой-кожанкой. Это первый альбом, он так и называется, «Мастер». Ну, собственно говоря, это самый-самый первый альбом фирмы. Самый первый, 87-й год. Вот у человека детство прошло с этой пластинкой. Ну, вот как не сказать спасибо тем музыкантам, которые... Подними микрофон выше, что-то к нему присаживаются. Просто есть такая интересная штука, я смотрел в интернете. Хэтфилл и Узи Осборн. Хэтфилл, значит, говорит Узи Осборну, мол, я на твоей музыке вырос. А тот ему отвечает, а я на твоей состарился. Андрей Ивадовский пишет вот, что «Мастер, слушаю уже 12 лет и всю жизнь буду слушать». Человек, по-моему, татуировку вам надо уже, Андрей, выбить себе на плече, мастер. Так, чтобы все было понятно и все понимали. Значит, тут кто-то... Сейчас секундочку, вот я. Вот, по-моему, вот он типичный хард-рок ближе к блюзу, нежели традиционный хэви-метал, пишет Александр Сазанов. Вообще, как вы относитесь к тому, что вашу музыку пытаются раскладывать? Ну, я имею в виду как-то оперировать какими-то такими терминами. Что вы играете, хард-рок, хард-блюз-рок или что еще? Вы-то сами как к этому относитесь? Ну, я могу сказать за себя лично, это Лекс говорит, но это детская болезнь, вот в свое время, когда все начиналось, вот там было стремление играть быстрее, чем Мальмстин. А вот вы не трэш играете, а вот я вот такое, вот слышал новое, и вот оно так называется. Это все есть музыка. А дальше уже это уже, ну, так сказать, для какого-то определения. Это все равно, что вот с барабанщиками или со звукооператорами, или с какими-нибудь электриками подойти и слушать их разговоры. И они начинают на своем птичьем языке разговаривать своими терминами, да? Вот то же самое здесь, может быть, как-то определять музыку какими-то там этими словами можно для того, чтобы, вот, свой, вот, свой, давай об этом поговорим. А ведь так и было раньше, ну, по крайней мере, в юности, в моей, да и в вашей тоже, что слушаешь? Я это слушаю, все, я твой, свой, мы друзья. Слушаешь другой, значит, мы уже мимо не попадаем друг к другу. А сейчас, разве так? Не, ну, я сейчас не знаю, я говорю про себя, что музыка, она остается музыкой. То есть, а уже, ну, деление и, а вот здесь, вот в этой песне, ты не в этом стиле, вы сыграли. Да все равно. Главное, что есть музыка и что она живая. Нет, это очень правильные слова. Это правильные слова взрослых людей, людей разумных, кроме всего прочего, понимающих музыку несколько больше, чем многие. Но, кстати, а вот что касается молодых, это вопрос уже очень, на мой взгляд, человеку, ну, знаешь как, есть легенда. К человеку не молодым. Подождите, я сейчас не оба, да ладно, я уже сам не пионер уже, сижу здесь. Только я сижу, а вы стоите. Я понимаю, что мне было. Я немножко о другом. Когда говорим Грановский, мы понимаем, что это целая история. Ну, вот как так сложилось. Уж прости, конечно, но тем не менее, это целая история, история российской, хорошей, живой, настоящей человеческой музыки. Есть, на твой взгляд, на сегодняшний день какой-то перекос, перекос с точки зрения непонимания, возможно, культурных пластов, а, возможно, вообще сути музыки в молодых группах, тех группах, которые пытаются делать что-то, ну, может быть, не такое, как вы, да, а близкое по мощи, по силе, по своей, по напору. Есть что-то интересное? Я долго не буду говорить, но скажу коротко. По поводу мощи, это все относительно, на самом деле. Мы играли с такими коллективами, бывало такое, с молодыми, они делают вид, что они играют мощно, на нескольких строях, там, дропы сплошные, там, чуть ли там не все, там, они опускают гитары. На самом деле это все делается, это все несложно. Главное, чтобы они все вместе для начала играли, и профессионально, хоть попадали в бошку, там, для начала, ну, я так, шучу. Это басист говорит. Получается то, что иногда вот эти вот, так скажем, рассуждения детские, они, вот, опять же, про тот стиль, какой стиль выиграть, какая жизнь, какой мы стиль выиграть. Мы играем то, что нам нравится, и то, что нам, ну, прет, мы играем. Мы не будем там, плюс, это, в свое время не было никаких делений на стиле. Был рок-музык, и не рок-музык, и все. Вот, а я считаю, что это вообще все рок-н-рол. Если в группе есть рок-н-рол, пусть она тяжело играет, или супер-тяжело, если нет рок-н-рол, значит, это не группа вообще. Должен быть отвяз. Если отвяза нет, как бы ты низко не опустил гитары и быстро не играл, толку никакой. Ну, я могу констатировать факт, что группа «Мастер» сегодня пришла по правильному адресу. Собственно, мы рассуждаем точно так же, и что касается радиостанции, живем именно по тем же самым правилам. Музыка бывает двух стилей, на мой взгляд, хорошая музыка и плохая музыка. Ну, хотя тоже, а кто судьи? С нашей точки зрения. Все, отлично. Есть, все-таки есть некоторые нюансы, конечно, с нашей точки зрения. Мы же можем, конечно, сейчас пытаться искать ответ на вопрос, что хорошо, что плохо. У кого-то один вкус, у кого-то другой, у кого-то одно понимание, у кого-то другое. Любой продукт находит своего покупателя. Кто-то по бедности, кто-то по дурновкусию, кто-то, может быть, по привычке, ведь всякие разные бывают вариации. Ну, а кто-то и даже и не знает. Дело в том, что сейчас вообще тяжело очень рекламировать коллективы. Сейчас же нет специального канала, например, телетелевизионного или там специального радио. Как это? Берут неформатные коллективы. Секундочку, полно, вот, не полно, сказал я, полно в ротации. То, что мы сейчас здесь находимся с удовольствием, свое радио, это мы любим, уважаем и так далее. Спасибо. Ну, вы фактически одни. Ничего, с чего-то надо было начинать. Все. Первый шажок сделан, дальше посмотрим, будем надеяться. Еще есть, конечно, я сейчас не буду в эфире рекламироваться. Почему? Это про наше радио, что ли? Нет, не про наше радио. Я имею в виду радио, которое приглашает мне группы, неформатные для FM-радиостанций. Потому что, ну, если посмотреть, в свое время я с удовольствием ходил, это было очень давно, в начале 90-х годов, ходил из одной радиостанции FM на другую, чуть ли не ногами дверь открывал, все было замечательно. Потом случился просто как занавес, железный занавес, и все, и больше никуда. Нарисовал слово формат, неформат, мы не в формате нашего радио. Все. Я не имею в виду наше радио, я имею в виду того радио, куда бы я, например, бы еще раз вернулся бы с удовольствием. А все очень просто. Ты, думаю, человек, ты взрослый, ты понимаешь, что все в коммерцию упирается. Конечно. Простое, понятное, типа чашки кофею, оно хавается легче, это легче продавать. Соответственно, легче зарабатывать. Люди превратили радио. Хотя я здесь, извини, я здесь, может быть, не совсем соглашусь. А почему нельзя эту музыку продавать? Она так же, может быть, не столько, чуть-чуть поменьше. Ее сложнее. Ее очень сложно продавать, потому что на эту музыку, к этой музыке нужно приучать. Музыка классная, музыка живая, правда. Но человеку проще кушать то, что лежит вот под ногами, понимаешь? Гораздо проще. Это такое травоядное состояние. И радиостанции, те самые ФМ, о которых ты говоришь, их превратили в бизнес в чистом виде. А мы стараемся все-таки бизнес иметь в виду, что называется. Основная наша задача продвижения классной, живой, цепляющей, настаивающей талантливой музыки. И не важно, сколько этой музыки, господи, лет. И не важно, насколько эта музыка на сегодняшний день. Вот здесь масса молодых коллективов в ротации, которые, может быть, еще не достигли такого уровня мастерства, как вы. Но если их не подтолкнуть, их не поддержать, им не помочь, они не достигнут этого уровня. Они просто уйдут в небитие. Вот, собственно, вы сегодня здесь, как некий, если хотите, маяк. Есть такая радиостанция. Ну, мы еще, извините, мы еще, знаешь, что мы забываем о рекорд-компаниях, которые поддерживают своего артиста. У нас они отсутствуют, как вас просто. Отсутствуют. К сожалению, да. Вот в чем дело. Дело в том, что вот к вашему бы радио, к своему, хороший бы рекорд-лейбл. И тогда бы вы вообще были бы гигантами. Ну, есть у нас тут наметки некоторые. Мы уже соединились в каком-то таком, хотя бы, как говорят, договор о намерениях подписали. В настоящем... Ну, а, что? Не в Экстазе. Нет, пока, подожди. Да, Экстазе далеко, конечно. Нам бы добраться до хоть какой-нибудь более-менее вменяемой концепции. Но пока что мы выстраиваем планы и по рекорд-компании. Не сами, безусловно. А при помощи товарища Ферапонтова. Ну, в общем, надо думать, как это все выстроить. Надеюсь, что у нас что-то из этого получится. Он, конечно, человек достаточно рисковый, но мои, ну, скажем, тормоза на его скорость могут дать какой-то результат. Посмотрим, что из этого получится. Давайте, парни, дальше петь. Что это будет? Что будет дальше в программе? Что будем пить? Берегись. Нет, пить потом. Давайте пока споем. Ну, песня из старых, из первых альбомов. Так называется она. Берегись. Окей. Как всегда, живые звуки в программе. Живые мастер здесь сегодня. Поехали. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Затрогнись, провинившийся Рим Входит смерть, даже в запертый дом Затрогнись, каждый камнем своим Берегись, улыбнулся Нерон Любит забавы, жестокий герон Трону не беда в закон Тот, кто не умер от яда и ран Будет сегодня сожжен Гередик вступит с Господом в спор Как его отключить от других? Больше трав! Будьте славный костер Скидит всех, Бог узнает своих Прячет измежку суровый монах Ужас смиряет людей В пляске огня обращается в прах Терезь опасных идей Берегись! 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 Брегись! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот поговорили мы только что о том, что не надо каким-то образом вешать ярлыки на музыку, не надо ее ничем называть, не надо никак определять жанры, но вот Карлос Потебня, так зовут человек, или Потебня, уж не знаю, как правильно ставить ударение. Карлос, простите бога ради, в сочетании имени и фамилии я не очень знаю, где ставить ударение. Если бы у вас было имя, например, Франсуа, я бы решил, чтобы француз, я бы поставил ударение в конце, Потебня. А если бы вы были, например, Олега с буквой О вначале, значит, вы украинец, и я бы, скорее всего, тоже в конце, Потебня, наверное, вот я просто не знаю, где ставить ударение, простите, по городе. Стопроцентно, пишет он, честная музыка, без лишней лирики, напускного величия, самодурства и подражания. Настоящий металл, пишет Карлос, настолько живая и правдивая, как удар в челюсть. Кошмар. Вот вам ваш жанр музыкальный, музыкальный удар в челюсть. Собственно, запомните. Я мечтал, что у вас такая музыка была, удар в челюсть. Тут, кстати, есть масса вопросов о некоторых прошлых историях ваших. Вот, например, Никита Гайдуков пишет. Вопрос Алику. Есть ли вероятность, что когда-нибудь удастся забрать с той самой студии, отреставрировать и издать альбом Empire Favell? Олдовые фанаты ждут. Я так понимаю, что это бельгийский альбом начала 90-х. Бельгийский лейбл, да, это Flex, который развалился. То есть вы его записали, а издать так и не удалось. Забрать невозможно ленты размагниченные. То есть нет, это был англоязычный альбом, если я правильно помню. Англоязычный, да. Но мы сюда приехали, записали Talk of the Devil, который тоже на английском языке, и добавили несколько композиций. То есть, по сути дела, этот альбом потеря. По сути, то же самое, да. Но тот был, конечно, эксклюзивный однозначно. Его не вернули. Там есть еще композиция из первых двух альбомов, которую мы перевели на английский язык и соединили. Такой вот микс у нас был между новыми композициями и старыми. Ну, для того времени, конечно. Тогда вот Александр Сковородникова-Эрлих, двойная фамилия Сковородникова-Эрлих звучит, пишет вот, что «Господа музыканты, когда уже наконец свершится новый альбом и планируете ли гастроли по Сибири?» Это всегда интересует фэнов, потому что интересно, когда будет что-то новое. Мы работаем сейчас, в данный момент мы работаем над альбомом. Как раз вот сейчас. Когда я боюсь сейчас давать какие-то сроки, мы работаем. Хороший. Достойный ответ. А насчет Сибири? Ну, в смысле так, поехать с концертами. С удовольствием. Ждем приглашения в Сибирь. Юрий Вознесенский. Начал слушать рок-музыку с «Короля и шута». Затем товарищ подсунул мне... подсунул? Арию. Вроде бы понравилось, но что-то не хватало после киша. И когда услышал мастера, впервые понял, вот оно то, что надо. В мастере нашел то, чего не хватало в Арии и какой-то задор, что ли. Спасибо вам, что вы есть. Это что-то среднее между «Королем и Шутом». Я тоже сижу, это читаю и думаю, как же эту точку-то, где эту точку и запятую поставить. Ну, киша, они такие ближе к панку, потяжелее вроде. Ну, в общем, как бы да. Ну и что-то такое. В общем, как бы да. Но самое-то интересное, что человек с вами познакомился уже после того, как познакомился с кишом. Так это нормально? Не знаю. Вот не знаю. То есть обычно уже... Сделал правильный выбор. Обычно дальше не уходит, да? В общем, как-то начинать надо с истоков, мне кажется. Когда человек включается в музыкальную культуру своей страны, мне кажется, начинать надо с истоков ее изучать. Абсолютно правильно ты говоришь, потому что обязательно надо, чтобы истоки, конечно, чтобы человек знал, откуда ноги растут. Откуда ноги растут, абсолютно. А то, как был замечательный фильм, если помнить «Ландыш серебристый». Помните этот чудный фильм? Я же не говорю об актерском мастерстве, но там, хотя есть несколько замечательных артистов, конечно, «Железняк» одно чего стоит. Но помните эту историю с Гаркалином, да? Да-да-да. Я тут сочинил. Да ты не композитор, ты вор, да? Люди не знают на самом деле истории, и поэтому могут себе позволять такие вольности, не понимая, что они где-то, когда-то уже это сыграно миллион раз. Стас Величко написал вот, что «Класс! Давно ждали группу «Мастер» на своем радио. Недавно пересмотрел свои взгляды на музыку. Буквально заболел этой группой. Даже проникся к ней огромной симпатией. Мужики, вы красавцы. Сейчас во время эфира играю на гитаре вместе с группой «Все их песни». Супер, супер. Сиди человек, слушай этот эфир и подыгрывай. Тур, наверное, готовится. Кстати, о турах, между прочим, о концертах тоже был бы смысл поговорить. Хорошая тема. Надо сделать кавер-мастер, и пусть ездит уже. Ну, как же. Есть кавер, Лизеппелин, Киз, там, ну, кого угодно. Почему нет? Ну, не совсем кавер, трибютами называются. Трибют, да? Трибют, да? У нас тут недавно была группа «Изи Дизи». А, трибют, да. «Изи Дизи», они очень обижаются на кавер, они все-таки трибют группа, но они делают в ноль вообще, просто в копейку. А мы, по-моему, работали сегодня. «Изи Дизи», да, скорее всего, вы не могли не работать. Да, классные ребята вообще. Они очень хорошие, да. Один только факт того, что Крис Лейт, барабанщик «Изи Дизи», собственно, с ними вместе играет и ездит, но это о многом говорит. Давайте, давайте, наверное, попоем еще, ребят. Было бы очень кстати сейчас, потому что время уходит, жалко было бы не всю программу исполнить сегодня. В общем, бы этого и не хотелось. Так, хорошо, спасибо. Ну вот я услышал краем уха, что кто-то заболел. Ну и сейчас мы вызываем метал-доктора, чтобы никто не болел. Как всегда, «Живой звук» в программе «Живые» здесь сегодня мастер. Погнали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Хочешь предъявить судьбе свой счет? Латончик читая песни по глазам Он сейчас за собой ведет Беталдоктор Иди за ним Временно и шторма С ним не спорят Беталдоктор здесь нет памяти Вот он дает ладонь На плечо Сила жизни плот Раи гнев в кровь А по саморвется Яростный огонь Сила есть Не надо слов Набежный он один Это алдоктор Дальше звезд Ищет гроз Иди за ним Временно и шторма С ним не спорят Беталдоктор здесь нет памяти Набежный он один Беталдоктор Дальше звезд Ищет гроз Иди за ним Временно и шторма С ним не спорят Беталдоктор Дальше звезд Ищет гроз Дальше звезд Дальше звезд Ищет гроз Ищет гроз С ним не спорят Беталдоктор Здесь нет памяти Набежный он один Беталдоктор Дальше звезд Ищет гроз Иди за ним Временно и шторма С ним не спорят Беталдоктор Дальше звезд Дальше звезд Очень удачная песня для вокалиста Где пол песни можно просто ножку протопать Клево Клево Мощно Смотрите Я сейчас думаю Вас должно Не только удивить А в некотором смысле Еще и Обескуражить Мне кажется Следующее сообщение Что я когда читал Перечитывал дважды Чтобы понять Насколько Насколько человек должен был Обладать чувством определенным Мазур Владимир Так зовется человек Пишет вот Что у нас в школе Внимание На уроке литературы Нужно было прочитать Стихотворение О войне Любого автора На свое усмотрение Я прочитал Как стихотворение Текст песни Берегись Чему был немало удивлен Преподаватель И поставил мне Отличную оценку За то что читаю Современных поэтов Каково Каково Я думаю То что учитель Немножко помладше меня Учитель продвинутый был Он знал Я понимаю Я как раз и говорю Что учитель понимал О чем речь 46-47 Это короткий номер Для ваших смс Сначала свои пробелы А дальше все что хотели бы сказать Вот здесь есть Очень любопытное Послание Лени Казалось бы Недавно смотрела Посещение Любимой харизмы Но речь идет О программе живые Сегодня уже добрый Вечный Вечер мастеру Хотелось бы пожелать Вам удачи В работе И счастливого Приближения Приближающегося Полета в Сибирь Ну раз уж речь О Сибири зашла Только надо все таки Поговорить об этом Тоже плотнее Гитарист Потрясающий мощен Леня Когда большой сольный концерт Спрашивает Анастасия Большой сольный концерт Кого? Мастера? Тебя, видимо Я уж не знаю Что она имеет ввиду А у меня каждый раз Сольный концерт То с мастером То с харизмой Вот что вы делаете Ближайший 26 Сам по себе вопрос Декабря На планете Железяка В Москве Подожди секундочку Давайте давайте Раз о концертах начали Давайте говорить Уже тогда Чего? 26 декабря Это чей концерт? Нет Это у нас сборный фестиваль Так Ты сейчас о мастере говоришь? Ну мастер и Так кто там еще будет Обелиск, Кураж И еще какие-то команды Еще не помню 26 декабря А еще где? Так еще где 5 января в Питере у нас Хорошее время Мощный сольный концерт Остальные пока не надо Да, остальные пока На стадии переговоров Но тем не менее Все-таки об этих двух Можно сказать А, ну для того В Якутске у нас Концерт скоро будет 19 января 19 декабря Да, 19 декабря Вот совсем близко В Якутск Так вот туда едете Буквально уже через сколько-то Концерт минус 42 Да, а народ о Сибири говорит так Как будто бы вы уже туда собираетесь ехать Реально Приближающийся полет в Сибирь Счастливый Я примерно представляю Это, наверное, Аня Кормишева Которая поддерживает Сибирский фэн-клуб Мастера Вот она очень активно Все делает Распространяет Единственное, конечно Весь вопрос в организаторах Мы поедем-то с удовольствием Но вопрос пока не решенный Я так понимаю Ну да, все На стадии переписки А я-то как раз думал Что уже решен Ну окей Тогда Александр Пылаев Вот что написал Спасибо за крутых Извините, старичков Так написано А можно их попросить сыграть Один из их чумовейших инструменталов Амстердам, например Таких шикарных басовых партий Не слышал больше ни у кого Пишет Александр Пылаев Ну, я не знаю вашу программу Готовили вы что-либо подобное Инструментал, например, поиграть Сегодня я не буду Хорошо Пусть он меня извинит Сегодня другая программа 18-го в Якутске В Якутске В Якутске, да Мастер-класс в Якутске Может приезжать Прилетать На санях На собаках Я сейчас посмотрю Откуда он, собственно Он из Москвы Ну, в общем, недалеко на самом деле Чего тут от Москвы до Якутска-то Шесть часов на самом деле Мотнуться-то Посмотреть, послушать Да еще и мастер-класс А класс здесь Значит Еще вопрос Что за песня Чья ибо слова группы Мастер Песня «Мы русские» Мы русские Так называется песня Судя по всему Вконтакте она Где-то эта песня Была найдена Чья эта песня Я, к сожалению, забыл Фамилию поэта Его отчество И имя Да, сначала Значит, это была песня Мастер Андрей Бышаков Это песня Андрея Бышакова Берегись А, нет Мастера, извиняюсь А потом Он, по всей видимости Сделал в своей группе Именно другую мелодию Мы русские Да А подписанная песня Как группа мастер Да Изначально Группа мастер Так и есть Ну, то есть Никаких претензий нет Все нормально Нет Ну, я знаю Эту историю Все нормально Все хорошо Надо петь дальше А то времечко уходит И у нас уже до конца часа Осталось совсем немножко До конца первого часа программы А надо бы еще поиграть Что это будет? Еще второй час 33 жизни Еще второй час Ты не знал? Лекс был непредупрежден А! Непредупрежден И невооружен Да Ну и так Что будет? Песня Алика Грановского На стихе Маргариты Пушкиной 33 жизни Ох, они и спрашивали Как всегда Живой звук В программе Живые Здесь сегодня мастер Поехали Солнечным светом Сердце сжег Часто бывает Людям невдомек Все мы чужие Кто же здесь свой? Ветер за спиной Тридцать три жизни Вымолить мечтал Дали одну мне Ты спорить не стал Все эти жизни Проживу в одной С ветром за спиной Я ухожу от себя Вновь прихожу К себе Пыль отрехну С рукава И снова Развек Вверх по спирали Твой Вниз Вниз По чищу Бег Мхай Поля Моя На износ Я жив Все равно Что не случилось Со мною На земле В небе Отраженье Находит по весне Ненависть Нахлынет Грозой Полоснет Болью Привернет Тридцать три жизни 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 уже мне кажется не только я пришел к мысли что если пушкина пишет для группы тексты то значит все сложилось потому что пушкина это знак качества в определенном смысле чуть ли не самый большой в поэтической среде один из самых больших знаков качества тут спрашивают об акустических альбомах будут ли акустические альбомы группы мастер чат грановский все сдает и сдает лексу ну лекс давай тогда отвечай дорогой нет на самом деле ну альбомы и акустические концерты или альбомы концерт альбомы речь а там и о другом идет конечно конечно немножко сложнее наверное сделать качественный акустический альбом надо привлекать какие-то интересные инструменты а вот акустические концерты в общем-то мы достаточно играли и мне как вокалисту на самом деле очень нравится акустический концерт не а во первых создается другая 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 пространство ну и появляются нюансы так сказать во всем очень интересно я думаю и слушателям и зрителям это тоже нравится ну мне нравится эта идея вообще сути ну если будут силы и желания то наверное и акустический альбом мы сможем сделать и порадовать и себя и наших слушателей замечательно вот сейчас я задаю вопрос который либо в эфире либо за эфиром задаю всегда музыкантом объясню почему я об этом спрашиваю не 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 удивляйся не улыбайтесь дело в том что самого начала существования станции нам чуть больше года как мы в эфире я заявлял об этом и заявляю во всеуслышание не боюсь никаких по этому поводу и прессе не хочу работать с российским авторским обществом но по разным причинам одна из них потому что они воры говорю об этом прямо так как очень многие музыканты которые чьи песни крутятся огромнейшим количеством всюду получают три копейки есть какой-то приближенный круг вот те люди которые живут за этот счет но остальные музыканты даже входя в это самое общество получают три копейки в общем даже посмеиваются на тем что происходит так вот поэтому я спрашиваю у музыкантов сегодня у группы мастер были бы они не против если вы их песни звучали в ротации своего радио мне нужно заручиться вашей вашем согласии мы только за спасибо это было сказано в эфире это было сказано простите в космос соответственно мы зафиксировали эту историю спасибо большое теперь можно совершенно спокойно решать эти вопросы уже дальше в техническом порядке надо бы нам закончить час чем-то потому как у нас сейчас заканчивая я сейчас сообщаю тем кто нас может быть слушать непостоянно после того как закончится эта песня мы уйдем на паузу небольшую после чего вернемся в этой студии в эту студию продолжим программу еще на целый час так что не разбегайтесь особо что будет за песня тогда сейчас да песня такая тоже хорошая с большой проблемой то есть ну ну называется потому что она суд идет так то есть проблема у кого-то ну значит хорошая завершение первого часа программа но в принципе такая история которая мне кажется идет постоянно суд он и есть суд либо это суд божий либо это суд человеческий либо это суд уголовный какой угодно он все равно идет как всегда живой звук в программе живые здесь сегодня мастер поехали а а а а а а Мокрый асфальт, вечерний минор До входа в квартиру пустой разговор Потоплать на стенах из песни слома Мир пошатнулся под крадом солдат Когда сочинялась, ты злой был как черт Злость подсказала ритмический ход Все выпал как есть, про жизнь и про смерть Они подхватили, не разлышат и треть Сердце вырвал, кто молчит, тот чист Слово камнем тянет вниз Суд идет, свет и тень Словно грим на лицах Суд идет, ты герой Или ты убийца Песню твою, песню твою Кто-то слушал всю ночь Дурей от звуков Вышел в окно Сделай же это! Прикричал микрофон Он понял не так И пел о другом Сердце вырвал, кто молчит, тот чист Слово камнем тянет вниз Суд идет, свет и тень Словно грим на лицах Суд идет, ты герой Или ты убийца Суд идет, гуршак от Суд идет, полностью оправдан Хоть все больше шло Никаких не надо Суд идет, гуршак от Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Слушайте, вот читаю сейчас сообщения, которые приходят, опять же, их много, и они приходят и в чаты, и в ленту ВКонтакте, и много куда еще вот так вот выискиваешь какие-то интересные. Попадаются люди, которые настойчиво задают одни и те же вопросы. Я просто хочу сразу предупредить, ребятки, мы видим все, ну, по крайней мере, стараемся видеть все ваши вопросы, не стоит флудить, заполнять ленту лишними вопросами. Но вот эта девушка, так я понимаю, судя по аватарке девушка, хотя бывают исключения, конечно, два вопроса сразу задает. Вопрос Лекусу, когда выйдет его сольный альбом, о котором он говорил в 2006 году? Ну, столько лет прошло, люди помнят. А ну, знаешь, как бывает, ляпнешь чего-нибудь, а потом отдувайся. Итак, когда? Будет ли он? Прямо как на уроке. Ну, вопрос заодно, что делать? Ну, хотелось бы, но, сами понимаете, меняются времена, меняются жизнь, есть материал какой-то, есть что-то, просто, ну, да, иногда проще все быстренько сделать сразу, и тогда вопрос не встает. А если немножко начинаешь задумываться, то иногда это имеет такой эффект, ну, возвращение к тому, что казалось, в общем-то, неплохо, начинаешь по-другому воспринимать. В этом есть минус временной. Ну, я надеюсь и желаю всем так же надеяться. Ну, ты так ничего задумывался на 9 лет-то? Нет, ну, сказать-то, и раньше, можно сказать, как говорится, обещать, что делать там, жениться, да? Это не значит. Ну, я понимаю, да. Спасибо за вопрос. Ну, в любом случае люди помнят. И еще второй вопрос от девушки по имени Рели. Рели, видимо. Когда он, наконец, уже зарегистрируется ВКонтакте? У него клевое сообщество здесь и много благодарных слушателей. Скажи, пожалуйста, ты тоже думаешь на предмет того, стоит ли это делать или нет? Нет, я не стоит думаю делать. То есть, ты не собираешься регистрироваться ВКонтакте? Нет. Ну, пока не было веских аргументов для этого. А какие должны быть аргументы? Я сам не знаю. Хорошо. Это был ответ. Ну, ничего не скажешь. Красавчики, Сибирь с вами, пишет Анна Кормишева. Ну, в общем, восторженных откликов здесь такое количество. И, кстати, очень есть показательное сообщение. Вот, например, от Ильи Прозорова. Молчал час, пишет он. Не мог поверить в свое счастье. До сих пор не могу поверить. Без преувеличения одна из самых великих групп современности сейчас в эфире. Мое почтение. Спасибо. Александр Кирьянов написал вот что. Однажды утром, дело было в 90-х, я возился на кухне и слушал на радиостанции «Юность» программу «Рок наряд», которую вел Владимир Бажин, лидер группы «Тяжелый день». И, на мой взгляд, один из самых впечатляющих голосов нашей металлической сцены. И вот Владимир поставил всем на радость, мне на удивление, песню «Палачи». Неизвестна мне тогда группа «Мастер». Такой вот расклад. Утром на радиостанции «Юность» песни «Палачи». Как выражается один мой друг, это был полный отвал башки. Немного погодя винил мастера с петлей на шее, был запилен мной старательно и насквозь. До сих пор считаю эту пластинку одной из самых лучших работ за всю историю нашей металлической сцены. Во всяком случае, на сегодняшний день. А еще сейчас я получаю огромное удовольствие от эфира. И даже спрашивать ничего не хочется. Хочется смотреть и слушать. Слушать и смотреть. Вот, судя по всему, у многих такое состояние, когда спрашивать-то не о чем. Просто хочется слушать. Давайте будем дарить людям эту возможность дальше. Что за песня следующая? Следующая песня была на альбоме совместно с нашей любимой Маргаритой Пушкиной. Маргента, да? Или «За по ту сторону сна» он назывался. Песня называется «За гранью». Как всегда, живой звук в программе «Живые» здесь сегодня мастер. Поехали. Научились молчать те, кто раньше кричал. То ли жизнь хороша, то ли голос пропал. Ищут дети грааль с деревянным мечом. Две придуманный рай подбирают плечом. Старики просят тень стать длиннее на жизнь. Но теряют вдруг тень. Тень уносится ввысь. И парняки хребят, попадая в петлю. Не хватает им лап, чтобы смерть обмануть. Или на испанечу, да слова позабыл. Вроде все хорошо, только сердцем остыл. Дорожная пыль, растраченный пыл. Лоскутья небес, примерющая. Осторожная пыль, растраченный пыл. Тревожно. Научились молчать те, кто раньше кричал. То ли жизнь хороша, то ли голос пропал. Тоже слишком грубо, чтоб сгореть от стыда. Мысли, буквы, слова из воды, изо льда. Ты на испанечу, да слова позабыл. Вроде все хорошо, только сердце остыл. Дорожная пыль, растраченный пыл. Лоскутья небес, примеривающая. Дорожная пыль, растраченный пыл. Тревожно. Дорожная пыль. Дорожная пыль, растраченный пыл. Лоскутья небес, примерющая. Осторожная пыль, растраченный пыл. Тревожно. Дорожная пыль, растраченный пыл. Лоскутья небес, примерющая. Осторожная пыль, растраченный пыл. Тревожно. За гранью. И невыдержанные хлопальчики у нас сегодня рвутся в бой для того, чтобы поаплодировать и сказать спасибо группе несколько раньше, чем она закончила. 4647 это короткий номер для СМС. Ваши сначала пишите свои пробелы, а дальше уже все, что хотели бы сказать. Может быть, поделиться эмоциями. Вот, например, СМС такая. Третий караул пожарной части 7 в полном отрыве. Семен, попроси, пожалуйста, Лекса передать привет Лексе от Константина. Очень прошу. Есть у нас такая слушательница, зовут ее Лекса. Ну, передай привет от Константина. Тебе же не сложно? Передаю привет Лексе от Константина. Вот, да. Спасибо большое. Я не знаю, зачем Константину это было сейчас нужно, но, тем не менее, человеку приятно. Мы сделаем кому-то приятную. Это нужно Лексию. Скорее всего, да. Скорее всего, именно так. Вот здесь есть очень, мне кажется, такое показательное сообщение от Андрея Архипова. Пишет вот что, чтобы я так жил, пишет он, как льется эта музыка. Я вообще-то не фанат тяжелой музыки, но, блин, вкус какой замечательный. Ну, да, мы стараемся подбирать хорошую музыку. И вот он говорит, что делаете из фанатов фолка жесткого металюгу. А это есть гуд. Знаете, я никогда не думал, что буду слушать подобное, но ведь это так кайфово. Это же нереальный драйв, пишет человек. То есть у вас появляется сегодня неожиданно для меня, потому что я думал, что все знают и слушают, но, оказывается, нет. Неожиданно для меня появляются новые поклонники. Это же круто. Это не может не радовать. У меня есть хороший друг по имени Михаил, пишет Андрей. Познакомил меня он с группой «Мастер» в 2003 году. Мы ее слушали с упоением, мечтали попасть на концерт. К сожалению, полгода назад моего друга не стало. Извиняюсь за наглость. Хотелось бы, чтобы группа посвятила ему какую-нибудь хорошую песню. Мой друг был большим-большим фанатом «Мастера». Ну, это уже вы сами решите, какую из песен вы можете посвятить другу, Михаилу, другу Андрея, который вас любил очень, но, к сожалению, сейчас его уже с нами нет. «Мастер» — классика на все времена. Город Владимир ждет в гости. До сих пор помню, как впервые попал на концерты в далеком 1988 и 1989 годах. И все разы стоял прямо у сцены, поэтому и запомнил, пишет Денис Фадеев. Ну, сносило волной Дениса, конечно, такое не забыть. Как можно забыть, когда стоишь около сцены на такой музыке, да? Ну, конечно, мы его помним. Хотел сказать, он был единственной неудачной шуткой. Неудачная была бы шутка. Есть у нас, ну, не то чтобы традиция, а в некотором смысле призыв к барабанщикам хороших коллективов сыграть небольшое соло, если можно. Опять же, это не настоятельная просьба, это так, намек. Если есть возможность замутить прямо сейчас какую-нибудь соляку, народ очень любит сольные партии от барабанщиков. Коротенько, минут на восемь, да, я понимаю. Можно? Спасибо большое. Погнали. Погнали. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну, песня, которая сейчас прозвучит, я думаю, знакома всем, кто хоть как-то с творчеством мастера сталкивался Мы посвящаем песню Андрею, да? Михаилу, ну скорее Михаилу, да Андрей это его друг Ушел из жизни, мы посвящаем эту песню Кириллу Покровскому, который в этом году тоже покинул Ну, и вообще эта песня о нас с вами, о нашей жизни, о нашей смерти и о нашей жизни О нас всех Как всегда, «Живой звук» в программе «Живые» и здесь сегодня мастер Субтитры сделал DimaTorzok За спиной крик совы Детский смел в зимней чаще И солнце взахлёб Впереди хвост молвы Столько грязи притащит Чтоб пулю бы лов Субтитры сделал DimaTorzok Уходил, исчезал Непонятная сила Вернула назад И грозу проклинал Рядом молния била Да всё не в попад В небе вороны В небе и голуби Рукой не развести На Руси Вся жизнь Незломами Распитые кресты Почему, для чего Я рождён этим небом И этой землёй Чтоб считать День за год Верить в яркую небо И быть ей слабой В небе вороны В небе и голуби Рукой не развести На Руси Вся жизнь Незломами Распитые кресты Ночные ураганы Субтитры создавал DimaTorzok 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 «Рокфестия». Что это было? Очень интересно услышите, в фестивале дети-то подпевали, это же очень круто. И что это было? Какой детский «Рокфестия»? Вот не знаю. Это было Горбунова, парк, где вот ДК Горбунова, там парк, и вот в этом парке происходил детский фестиваль. Лекция вы с собой не взяли, я так понимаю, он не в курсе вообще, что это было за фестиваль. Да дело в том, что у нас масса всяких разных фестивалей детских и полузрослых, полуженских, полумужких. Нет, там просто много… А там дети были. Много дети были, и много мам было, поэтому… Поэтому ты детей не заметил, я понял, да. Но самое… Вот тут тоже был вопрос самый интересный из всего того, что было по молодежи. А сотрудничаете вы или, может быть, ищете какого-то сотрудничества с молодыми музыкантами? Почему спрашиваю? Потому что, мне кажется, миссия взрослого человека… Ну, понятно, что когда не просят помогать, помогать не надо. Но все-таки если человек взрослый, опытный, ищет не только о музыке, говорю, я вообще о жизни. И к этому человеку приходит молодой с вопросом. А мы говорим теперь о музыкантах, которые, может быть, к вам обращаются с просьбой посотрудничать. С кем-то сотрудничаете или нет? Или обедничком так скажете? Ну, обычно мы, если работаем, то нам ставят в разогрев группы молодые, и они с удовольствием играют перед нами. Вот так, в таком виде мы сотрудничаем. Ну, а заметить, может быть, кого-то интересного не пришлось пока что? Прямо вот так, чтобы сказал… Сам Грановский сказал «Вау, какие ребятки интересные». Да. Сказал. Сказал? Нет, ну, иногда встречается очень, очень… Нет, Сбирнов. А, ну, подожди, ну, он же играл в «Мастере». Да. Да и потом он уже не молодой с того времени стал. Да, на то время-то он уже был. Да, на то время молодой. Да, если… Что такое «Мастер»? «Мастер» – это… Объединение. Объединение хороших, добрых людей, молодых и не совсем профессиональных. Профессиональных музыкантов, которые нашли вообще язык в этом коллективе. Вот что ты понимаешь. Круто. Это очень круто. Но, опять же, вы по адресу. Что такое своё радио? Это объединение опытных и талантливых людей. Начиная с звукорежиссёров, заканчивая редакторами и администраторами, которые у нас работают. Да, так и есть. Ура. А, да, ну, мы нашли друг друга, это важно. Дарья пишет вот что. Смотри, какое трогательное сообщение. «Смотрю эфир с телефона. В первом часе забыла, как пишется моя фамилия. Второй час начался отмороженными руками. Но это такие мелочи по сравнению с получаемым кайфом». Друзья мои, сейчас обращаюсь к аудитории. Давайте вот что сделаем. Мне просто хотелось бы, чтобы эти мужчины, эти замечательные мужчины, узнали, потом они прочтут уже всё это обсуждение, узнали географию сегодняшнего эфира. Ну, как мы раньше это сделали, я только не буду особо зачитывать в эфире, просто напишите, пожалуйста, из какого города вы сегодня слушаете эфир с группой «Мастер». А потом они прочтут и посмотрят, насколько был сегодня большой концерт, на какую аудиторию, на какую географическую территорию он распространялся. Давайте петь. Что это будет дальше? Решили уже, какая будет песня? «Встань, страх преодоли». В общем, можно было, наверное, не называть. Как всегда, живой звук в программе «Живые». Поехали. Кто сказал, что страсть опасна, доброта смешна, Что в наш век отвага не нужна? Как и встарь от ветра часто рушится стена, Крепче будь и буря не страшна. Кто сказал, что один не воин, не величина? Кто сказал, другие времена? «Мир жестокий, не спокоен, за волной волна, Не ровей и не шабьет до нас. Встань, страх преодолей. Встань, новый рост. Встань на земле своей. И до страны твой, до звезд. Кто сказал, живи покорно, не ширна, Не летай, не вряй до нас. Сняй, легко, супа, проворно, крошь, кому цена. Кто устал, две плет в окна. Встань, страх преодолей. Встань, бог мой рост. Встань на земле своей. И до страны твой. Встань. Встань на земле. На земле. Субтитры сделал DimaTorzok 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 что примечательно, не похож. Но от души. Вот сейчас я пытаюсь его найти. Вот, нашел. Я не могу. Я все-таки прочитаю его. Наконец-то... Сейчас, секундочку, я подлочек уберу, чтобы так было красиво. Наконец-то прямо счастье. На своем играет мастер. Кровь одна, одно дыхание, сквозь гадай расстояние. С первой нотой изопила, всем понятно, мастер сила. Алик, гипс, лекс и фамин. Четверо крутых мужчин. В взгляде много артистизма. Покоряйте всех харизмой. Лексусы. Каждому потри. Спасибо вам. Металл, живи. Вот так. Что тут, собственно говоря, добавить? От Константина из Астрахани пришло это замечательное стихотворение. Кстати, народ пишет о городах. Вот пишет городах, из которых слушают. Тут потом вам есть что почитать. Действительно, география очень серьезная. Когда будете читать такие названия, как Нью-Йорк и Лондон, не пугайтесь, это реально Нью-Йорк и Лондон. Не думайте о том, что это кто-то пытается пошутить. Мы просто уже ко многим слушателям привыкли и знаем точно, где они находятся и где, собственно, живут. Добрый вечер легендам отечественной металл-сцены. Анастасия Скрима пишет. Для начала очень хотелось бы поздравить с прошедшим днем рождения Александра Гипсу и пожелать ему всего самого лучшего, доброго и прекрасного. А вопрос, собственно, к Лексу. О группах «Лайф» и «Горящий снег» в сети есть какая-никакая информация. Хорошие группы были. Жаль, так мало песен известно. Песня «Ливень» просто вне конкуренции всего до мастеровского творчества Лекса. А вот про группу «Эксперимент», к сожалению, нет ни слова. Не говоря уже про аудио и фото. Интересно было бы узнать подробнее об этом коллективе. Сейчас, мне кажется, не совсем место и время. Вот я знал, что будет такой ответ. Я перебью. Друзья мои, я сейчас обращаюсь ко всем тем, кто настаивает на том, чтобы я задал тот или иной вопрос. Уж поверьте, у меня жопы-то больше, вы же понимаете. Поверьте моему сложившемуся опыту, что есть такие вопросы, на которые музыканты в принципе стараются не отвечать, особенно когда вопрос задают, как вы, дорогие, относитесь к творчеству группы «Ария» или «Кипел». «Кипел». Но если музыкант человек приличный, он скажет «Хорошо». Если музыкант человек не очень приличный, он наговорит «Гадостей». И тогда и вы получите ответ, не тот, которого ждали. И музыканта подставите. Понимаете? Я сейчас никого конкретно не имел в виду. Нет, всё понятно. Не стоит таких настаивать, почти настаивать на том, чтобы ведущий, сидя в эфире, задавал такие вопросы. Поверьте мне, вам же будет лучше. Да, теперь по экспериментам. В смысле? Ну, про группу-то. Ну, как, вот про группу будешь рассказывать, не будешь? Нет. Всё, спасибо большое. Анастасия услышала ответ. Ну, собственно, я и полагал, что он будет именно таким. Значит, надо пора петь. Слишком экспериментальная группа. Да, я понимаю. Петь нужно. С какой письмом? У нас ещё как минимум две-то есть возможности. Да, конечно. Конечно. Мы постараемся успеть две. А может, это воля в волю, наконец-то? Так, так, так. Без названия песни, да? Сейчас мастер. Я думаю... Давай, мастер. Давай, мастер. Решили. Решили. Окей. Ну, тогда, раз решили, поехали. Как всегда, живой звук. В программе «Живые» здесь сегодня. Мастер. Бой сюда. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Мастер Одна кровь, одно механимастер Мастер Одна плоть, одно сознание мастер Мастер Одно лицо, одно движение мастер Мы не хотим быть чужим отражением Мастер 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Как же быстро время-то прилетело. У нас с вами остается 4,5 минуты. В общем, время только на попрощаться и сыграть что-то напоследок. Таким образом, сказав спасибо всем тем, кто слушал сегодняшний эфир. Завтра в программе «Живые» группа немного нервно. День рождения коллектива. Совершенно другая музыка, как вы понимаете. И мне кажется, в этом и есть сила и ценность программы «Живые». Каждый день, каждый вечер вы можете слушать музыку совершенно разного направления и самой разной стилистики. Что будет финально? Вообще, спасибо вам за то, что вы пришли. Для нас это большая честь и огромное удовольствие принимать вас здесь, в этой студии, потому что вы действительно мастера того, что вы делаете. Лучше вас найти очень сложно. Спасибо. Спасибо за добрые слова. А это правда. Мы с вами. Мы с вами душой сердцем. Спасибо вам. Спасибо всем слушателям. Живите жизнь. Это единственное, что нам дано и надо. Будем жить, как говорил один герой. Тогда финальная песня. Два часа прилетели, как одно мгновение. Здесь сегодня был мастер. Всем пока. До завтра. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok